МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фунтовой новости в студии Юлия Комлякова. Здравствуйте. В этом выпуске... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 4 тысячи безработных граждан. В Новый год с новыми сокращениями. Имеет уникальный химический состав. Хлеб, повышающий иммунитет. На тот момент я скажу себе, что молодец, что я задумался об этом раньше. Час икс для накопительной части пенсии. В Дудинке объявлен траур по погибшим при пожаре в здании администрации города. Трагедия произошла накануне. Известно, что причиной возгорания стал поджог. 63-летний житель Дудинки остался недоволен квартирой, которую ему выделил муниципалитет. Не вытерпи фон облил коридор из здания мэри бензином и поджег. У следователей уже есть видео, на котором запечатлены действия пожилого человека. В результате пожара погибли трое, восемь сильно пострадали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан. Сегодня решением районного суда города Дудинка по ходатайству следствия вынесено решение об аресте подозреваемого сроком на два месяца. Мужчина 63-х лет подозревается в убийстве общеопасным способом трех человек, которые скончались при пожаре в Дудинской городской администрации. Семьи пострадавших в пожаре получат по миллиону рублей от администрации Красноярского края. Дополнительной компенсацией выделит таймырский муниципальный округ. И сегодня глава таймыра Эльдар Джураев рассказал нашей телекомпании о реальной ситуации в семье виновника пожара. Он подвергался административному аресту на 15 суток за нападение или за грубые действия в отношении судей, который рассматривал его дело по жилью. Он бил стекла в прокуратуре и был привлечен к 10-дневному административному аресту. Он жил в нежилом помещении в гостинке. Ему представили двухкомнатную квартиру. С учетом всех прописанных в этой гостинке он получил двухкомнатную квартиру, но почему-то посчитал, что его обманули, и он хотел бы иметь еще одну квартиру. Оказываем полную помощь во всех мероприятиях, подготовке к похоронам. И если будет необходимость, примут решение наших коллег, которые погибли, похоронить на материке, мы окажем всякую помощь для того, чтобы их доставить к месту захорон. В Новый год с новыми сокращениями предприятия Красноярска сообщили в службу занятости об увольнении 717 человек в начале 2016-го. Больше всего 100 ставок будут сокращены в РЖД. Железнодорожники сегодня не смогли прокомментировать причины столь массовых увольнений. Еще 83 сотрудника уйдут из мэрии в целях оптимизации и повышения производительности труда. 72 работника будут уволены из компании «Фортуна Плюс». Это связано с передачей АЗС в аренду «Газпромнефти». 61 человек покинет гипермаркет «Наш». Он сворачивает свою работу в торговом центре «Комсомол». Кроме того, сокращения грядут в казначействе «Край», «Енисейском ЦБК», «Нотабанке» и других более мелких организациях. На сегодняшний день в городе Красноярске уровень зарегистрированной безработницы составляет 0,6% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Если говорим о количественном выражении, то это 4 тысячи безработных граждан. Мэрия перечислила деньги пострадавшим от взрыва газа на Мичурино. Всего выделено 400 тысяч рублей. Это от 25 до 50 тысяч на человека. От взрыва, напомню, пострадало 5 квартир. 12 человек на время переехали к родственникам и родным. Владелец квартиры, где произошел хлопок, остается в больнице в тяжелом состоянии. Дом с рухнувшими перекрытиями признали годным для проживания. В нетронутых взрывом квартирах люди будут встречать Новый год. На здание установили майки, которые следят за его состоянием. Специалисты готовятся провести инструментальный анализ повреждений. Начать восстанавливать панельку обещают с 11 января. К этому моменту должен быть подготовлен первоначальный план ремонта. Деньги до пострадавших должны дойти уже сегодня. В зависимости от степени ущерба люди получили на каждого человека либо по 25 тысяч рублей, либо по 50 тысяч рублей. Но это же немного. И они еще получат потом или это все? Еще раз повторяю, был обсчитан ущерб и сумма ущерба. Это что, повредено телеги из-за холодильника или как считать? Повреденное имущество. Новый манеж для акробатов впервые открыл свои двери для горожан. Там будут оттачивать свое мастерство и чемпионы мира и простые горожане. Ранее акробатическая гимнастика в Красноярске скиталась по залам. Своего специализированного помещения не было. Спортсмены сегодня пообещали, что прославят Новый манеж. Виталий Поляков с подробностями. Выполняется угол на голове нижнего партнера. Один из важнейших элементов в мусорских парном упражнении. Элита спортивной акробатики сегодня выступает в новом зале. Чемпионы мира, России, победители Сибири стараются изо всех сил. Лучший в мире Алексей Яковлев говорит, что новые стены придают сил. Здесь ковер лежит по стандарту, все хорошо, тренироваться стало всем по-другому. Даже какая-то свобода появилась, какие-то новые силы, даже чувство в себе. Спортивная акробатика зародилась в городе в 1968 году. Вот ее отец, заслуженный тренер России Сергей Плешков. В армии он служил пилотом истребителя, пришел домой и вписал первые страницы в историю своего спорта. Воспитал целую плеяду чемпионов и продолжает тренировать. Раньше, говорит, скитались по залам Спартак, потом легкоатлетический манеж. И, наконец, он, как Моисей, привел свой народ домой. Это действительно новый дом. Это даже, можно сказать, первый дом. Своя квартира тоже у меня вторая. Я здесь по 12 часов хочу. Новый манеж – это хороший подарок к Новому году и для чемпионки России Софьи Богдановой. Она лучшая на акробатической дорожке. Уверена, что с нашими талантами акробатика в этом зале поднимется на новую высоту. Очень приятно, что поменялась обстановка, поменялся зал. Ну, конечно, дома и стены помогают, но будем привыкать и к этому залу. И это станет таким же родным. И, конечно, мы в это надеемся и в это верим. На открытии манежа побывал мэр Акбулатов. На строительство было выделено 94 миллиона рублей. Ранее зал планировали сдать в сентябре, но успели только сейчас. Глава Красноярска считает, главное, что открыли без недоделок. Виталий Поляков, Михаил Ткачук, Афонтова новости. Сегодня Железногорские чиновники ответили на претензии красноярских педагогов. Напомню о том, что преподаватели Центра альтернативного обучения пожаловались на руководителей закрытого города, мы рассказывали накануне. Городские власти попросили педагогов освободить муниципальное здание, так как они задолжали за аренду. Те, в свою очередь, заявили, что вложили в ремонт здания 35 миллионов рублей собственных средств. В администрации Железногорска сегодня пояснили, что, по их мнению, названная сумма завышена, но у педагогов есть шанс вернуть ее через суд. Кстати, здание они должны освободить также по решению суда, а не из-за произвола чиновников. 36 миллионов. Сумма, по моим понятиям, огромная. Мы в прошлом году закончили ремонт детского сада по улице Артебовской, по-моему, 19 детский сад. Капитальный ремонт с заменой оборудования 19 миллионов. Если общество действительно имело на руках документы, что они в наш объект вложили такие средства, они могли защищать свои права в суде. И выяснил встречные требования по зачету тех денежных средств, которые они вложили в наш объект. Есть и становиться здоровее. Красноярские ученые разработали рецепт хлеба специально для северян. Все дело в уникальной добавке, которая повышает иммунитет. Жители Байкита уже продегустировали новую выпечку. Подробнее в сюжете далее. Как раз баночка у нас ушла. Пара ложечек муки из топинамбура способна обогатить обычный хлеб незаменимыми витаминами и макроэлементами. Рецепт уникальной выпечки разработали ученые Сибирского федерального университета. Они советуют включить хлеб с топинамбуром в ежедневный рацион жителей Крайнего Севера. Растительная добавка, как показали исследования, способна снизить риск таких заболеваний, как сахарный диабет и атеросклероз. Тема новая для Сибири. Топинамбур – это корниплод безопасный. Нет противопоказаний для любых возрастных категорий. Это корниплод, который имеет уникальный химический состав. В частности, высокое содержание инулина, пектиновых веществ, клетчатки, которые не теряются при тепловой обработке, сохраняются и переходят в плед, и тем самым способствуют повышению иммунитета. А еще благодаря топинамбуру тесто быстрее поднимается. Таким образом, время на производство сокращается на 30-40 минут. Первая экспериментальная партия небольшая. Продегустировать ее предложили жителям Крайнего Севера. Вроде семечки, вроде что-то, ну вот немножко, что-то есть, привкус какой-то, понятно немножко. Вкусно оно, ваше? Вкусно, да. Хотели бы, чтобы такое хлеба? Ну почему бы и нет? Для разнообразия, конечно, да. Тем более для здоровья. Стоит отметить, что реализация проекта «Хлеб для северян» стала возможным благодаря гранту Восточно-Сибирской нефтегазовой компании. Финансовую поддержку нефтяников ежегодно получают научные исследования, имеющие прикладное значение для северных территорий. В частности, для Ивенки, где работает предприятие. Мы тоже северяне, мы тоже работаем на севере. И проблематика питания, восполнение дефицита питательных веществ в рационе вахтовиков, нефтяников для нас также близка. И поэтому мы взялись за этот проект, поддержали этот проект, создание хлеба с мукой топинамбура. Сейчас ученые отрабатывают технологию. Появится ли полезный хлеб на прилавках, Ивенки решать самим потребителям. Первая дегустация в селе Байкит показала, новый хлеб, особенно из ржаной муки, местные жители восприняли благосклонно. Татьяна Потанина, Афонтова новости. Несколько десятков новых законов вступают в силу с 1 января. И многие из изменений мы сможем почувствовать сразу. Дмитрий Пименов перечислит самые популярные из них. 31 декабря с 12 ударом курантов наша жизнь немножко изменится. В чем-то она станет чуть лучше, в чем-то чуть хуже. Но обо всем по порядку. Сразу два новшества появятся в сфере ЖКХ, а именно в отношениях собственников квартир с управляющей компанией. Во-первых, теперь Пеню за месяц просрочки начислять не будут. От этой новости с облегчением вздохнут те, кто получает зарплату на несколько дней позже дня оплаты. Зато для злостных неплательщиков Пеня вырастет. Просрочил оплату на полгода, считайте, что взяли кредит на сумму долга под 20% годовых. Управляющие компании тоже окажутся в жестких тисках. Их можно будет штрафовать за плохо оказанные услуги или неправильно начисленные платежи. У Руни появилась реальная возможность наказывать управляющую компанию рублем. То есть не только потребовать перерасчет и получить назад деньги, которые были уплачены за некачественно оказанную услугу, но еще и потребовать неустойку в размере 30% в случае, если управляющая компания коммунальную услугу оказала ненадлежащего качества. Малый бизнес почувствует небольшое послабление. Вступает в силу трехлетний мораторий на плановые проверки таких предприятий. Кстати, не забудьте проверить, нет ли в интернете какой-либо порочащей вас информации. Вы можете потребовать от поисковых устройств удалить ссылки на информацию о себе. Также с января на 10% сократят численность гражданских служащих. Это сотрудники центральных аппаратов и территориальных органов федеральных министерств. Зато всем, кто удержится на рабочем месте, не только служащим, поднимут минимальную зарплату на 4%. Теперь она составит 6204 рубля в месяц. Кстати, плохая новость для приверженцев вредных привычек. Вырастут акцизы на легкий алкоголь и сигареты. Правда, представители торговых сетей уверяют, резкого роста не будет. Какого-то резкого скачка, то есть прийти в магазин и 1 января там что-то резко увеличится, планета бока и алкоголя нет, этого не будет. Когда производители заложат стоимость, это абсолютно их зона ответственности. То есть наша там наценка никоим образом меняться не будет. Мы уже сообщали, что нарушители правил дорожного движения с января смогут оплатить лишь половину штрафа, но если успеют это сделать в течение 20 дней. Скидка не распространяется на пьяниц, тех, кто проехал на красный цвет или по встречке. Также скидка не распространяется на минимальный штраф 500 рублей. И мы уже говорили о введении санкций в отношении Турции. Продукцию этой страны будут уничтожать на границе так же, как поступают с европейской. Ну и напоследок приятная новость. Если вы планируете свой летний отдых, обратите внимание на российские направления. Если купите турпустевку, например, в Крым, то сможете вернуть назад 50 тысяч потраченных вами рублей. Правда, не живыми деньгами, а через налоговый вычет. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров. По фонтовой новости. А с 1 января уже с часа ночи будут работать некоторые супермаркеты нашей сети. Как будут работать магазины и развлекательные центры в первый день 2016 года, расскажем сразу после короткой рекламы. Минувший год был для всех нас годом трудных решений. Так давайте же с удовольствием проводим его и оставим все плохое позади, чтобы встретить 2016 год с новыми силами и надеждами. Желаю вам в новом году доброго здоровья, счастья, оптимизма, много-много денег, сплоченности, силы духа, успехов в работе и в любви. Мира в семье, больше улыбок близких вам людей, уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения и всего самого наилучшего. С Новым годом, друзья! В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что мир должен стать лучше, добрее, родной город красивее и уютнее, и его жители обретут счастье. Уверена, что так оно и будет. Пусть Новый год поможет исполниться самым заветным желанием, укрепит веру в будущее, подарит успех всем начинаниям. С Новым годом! Счастья, мира и благополучия! Семь самых популярных в мире бештексов тако. Скоро в ресторанах страны. А уже сегодня в Пиплз. Мегаполис бар Пиплз. Красноярский магазин детских товаров красбэйби.ру. Наши цены вам понравятся. Телефон 2 500 105. Это новость Теофонтова и мы продолжаем выпуск. Истекают последние сутки, когда россияне могут определить судьбу своих пенсионных накоплений. Счет пошел буквально на часы. Напомню, до 1 января 2016 года работающие граждане еще могут сохранить и приумножить накопительную часть пенсии, либо навсегда остаться молчаном. В чем разница, смотрите в сюжете далее. Среди неотложенных предновогодних дел красноярец Евгений выкроил время, чтобы распорядиться судьбой своих будущих пенсионных накоплений. Парень недавно начал работать, но позаботиться о будущей безбедной старости решил уже сейчас. У меня как бы 20 лет сейчас. И когда у меня будет пенсионный возраст, то у меня уже будет достаточно стереться. Как бы уже на тот момент я скажу себе, что молодец, что я задумался об этом намного раньше. Очень скоро это сделать будет уже невозможно. Право распоряжаться своей пенсией заморожено с 2016 года. До сих пор пенсия граждан состояла из накопительной 6%, страховой 10% и распределительной тоже 6% частей. Накопительной частью можно было распоряжаться по своему усмотрению. К примеру, перевести ее в негосударственный пенсионный фонд и получить прибыль. Либо промолчать и оставить в пенсионном фонде, но уже в виде баллов, а не денежных средств. С 2016 года накопительная часть отменяется и полностью переходит в страховую. Хочется сказать, что действительно последние два дня граждане России имеют право сделать свой выбор все-таки. Это и страховая пенсия, и накопительная пенсия, либо это только страховая пенсия. Поэтому здесь право выбора предоставляется, к сожалению, до 31 декабря, по 31 декабря текущего года. Желающих использовать последний шанс и определить судьбу своих пенсионных накоплений немало. В одном из банков в последние дни фиксируют настоящий наплыв посетителей, намеренных срочно перевестись из пенсионного фонда в НПФ. В декабре, наверное, от недели к неделю, каждый раз, в 2-3 раза количество клиентов, заключающих договор на перевод своей накопительной части пенсии, значительно увеличилось. Тем не менее, отмечают менеджеры, далеко не все клиенты банка знают о такой возможности. Многие о страховой и накопительной частях пенсии вообще ничего не слышали. Люди не совсем знают, как формируется их вообще в пенсиях. Вообще мы клиентам рассказываем обязательно об этом, то, что у нас является обязательно переход клиентов в накопительной части пенсии. Некоторые клиенты сами знают, то есть осведомлены, ну так как по рекламе они знают тоже. Судя по всему, молчанов останется немало. Сейчас на миллион шестьсот жителей края, имеющих право на накопительную часть пенсии, распорядились своими пенсионными накоплениями только чуть больше половины. Остальные продолжают надеяться на государство. Это значит, что все деньги, аккумулированные на счетах будущих пенсионеров, превратятся с последним ударом курантов в баллы. И их стоимость к моменту вашего выхода на пенсию сейчас не предскажет никто. Алина Мельчакова, Олег Голубин, Афонтова новости. Как провести праздники в городе? Сегодня тем вопросом занимался наш корреспондент Димит Лабушев. О самых интересных и важных культурных мероприятиях января расскажем прямо сейчас. Культурные заведения Красноярска долго отдыхать не будут, только первого числа. А уже второго января начнется праздничная программа. Ну, например, в театре оперы и балета. Второго января в 12.00 и 14.00 покажут музыкальную сказку «Новогодние приключения». 3 января будет еще одна музыкальная сказка в 12.00 и 18.00 «Петер и Пауль бегут в шлорафию». Пятого числа «Снегурочка», опера в 19.00. Восьмого числа в 6 часов вечера «Рождественский концерт». А в театре Пушкина новогодние праздники по-настоящему разнообразны. Второго и третьего числа в 10.00 и 12.00 здесь новогоднее представление «Снежная карусель». Но помимо этого есть совсем и не новогодний репертуар. Вот, например, уже третьего числа «Бог резнит». Равматический случай в одном действии. Тогда же третьего числа «Вий». Далее четвертого «Приключения кота Леопольда». «Полковник птица», «Жанна», «Молодильные яблоки», «Иллюзии», «Она на окно и тело». В общем, репертуар очень разнообразный и время проведения постоянно разное. Так что лучше уточнить в кассе. Кроме профессиональных актеров, праздники будут работать и другие люди искусства. С зимним фестивалем Сурикова связано сразу несколько мероприятий. В кинотеатре «Мечта» с 4 января пройдет показ фильма о судьбе и творчестве художника. А 6 января в музее-усадьбе, где жил наш знаменитый земляк, начнется концерт гитарной музыки. Ведь именно этот инструмент любил автор. Так много мероприятий связано с фестивалем Сурикова, так как этот год стал 10-м юбилейным для этого праздника. Однако это не значит, что все, что происходит в городе, будет связано с художником. «Больше 110 мероприятий пройдет только с 1 по 10 число в наши новогодние праздники. Сводная афиша есть на сайте администрации города. Можно зайти на сайт любого учреждения культуры и везде расскажут про то, какие спектакли, какие утренники, какие выставки, какие мастер-классы». Несмотря на множество мероприятий, одно из самых ярких событий января пройдет уже после праздников. 13 января откроется фестиваль «Волшебный лед Сибири», где скульпторы со всей России и зарубежья будут соревноваться в мастерстве. Фестиваль продлится до 19 января. Ну и после долгих насыщенных выходных здесь, на центральной елке, 7 числа начнется празднование Рождества. В 19.00 на сцене выступит митрополит Ачинский и Красноярский Пантелеимон, а сразу после этого начнется долгий 10-минутный салют. Димит Лавышев, Михаил Масленников, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости. На новогодних каникулах в Красноярске пройдут не только культурные мероприятия, но и множество спортивных. И о них подробнее мы поговорим с руководителем «Красспорта» Сергеем Коченом. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот по порядку, если рассказывать обо всем, 31-го числа завтра можно будет куда-нибудь пойти и чем-нибудь таким активным позаниматься? Ну, приглашаем всех на остров Татыша. У нас там пройдет одновременно два мероприятия. Это «Дуатлон» и следующее. Это будет у нас еще и новогодний старт, забег. Поэтому вот... А пользуются это спросом у горожан? Я хочу сказать, что в этом году, независимо от даты и дней, у нас в этом году в таких массовых мероприятиях мы побили все рекорды по участникам. Что из нового, из интересного? Я вот как это не про плюшки. Да, вот из нового 9-го числа после обеда в 4 часа мы проводим такое вот рабочее название у нас. Это вам не плюшки со стола таскать. Посмотрели все-таки, как у нас популярен наш забег переноска жен на день города, который мы... Ну и в течение года мы получали отклики от мужчин. Говорят, сколько мы можем их таскать? Давайте нас потаскают. Ну вот мы придумали такое совместно с мужчинами, придумали такое вот прекрасное мероприятие. Я хочу сказать, что уже 15 пар... А сколько вот таскать-то будет? Жены. Жены на плюшках будут. И будет специальная такая трасса. А куда заявки подавать? На Кросспорте дирекции есть сайт, идет регистрация. Хочу сказать, что уже 15 пар заявилось. Я надеюсь, что сейчас-то все еще в суете, в определенной предновогодней. А вот 2-го числа проснувшись, куда же нам пойти? Вот приезжайте на плюшки. А вот без этой заявки можно будет поучаствовать или вот обязательно? Ну вот по аналогии, все-таки мы хотели бы, все-таки это было предварительно, но мы допускаем, если это будет как минимум за час до начала соревнования, мы еще допускали на соревнования, вот если все-таки... Потому что нам приготовить количество инвентаря определенного надо. И прохождение трассы, это все связано именно с временными вот этими... В зависимости от того, сколько людей заявится, будет трасса уже, и люди тоже, все-таки это зима. Ну давайте еще раз напомним нашим телезрителям, где посмотреть расписание всех мероприятий на эти новогодние каникулы. Кросспорт, заходите на Кросспорт, там есть расписание катков, их цена, лыжных баз, бассейнов, расписание инструкторов во дворах, расписание тех мероприятий, которые у нас будут в празднике. Поэтому заходите на сайт Кросспорта, смотрите, приходите. Всем здоровья и успехов. Вам спасибо за то, что пришли, за эту интересную беседу. И с наступающим вас Новым Годом! И вас с наступающим, и всех горожан. Спасибо. Первого января раньше всех свои двери откроют супермаркеты. Развлекательные учреждения тоже не заставят себя долго ждать. А вот поликлиники выйдут с выходных только третьего, и то ненадолго. Обо всем подробнее смотрите в сюжете далее. Первыми свои двери откроют супермаркеты торговой сети «Командор». Уже в час ночи 10 магазинов в разных районах города будут ждать своих покупателей. А вот гипермаркеты и супермаркеты «Ок» откроются только в час дня. Не изменится расписание работы только в магазинах «Красный Яр». Менеджеры торговых точек отмечают, в праздничные дни покупателей меньше не становится. Такой праздник, такой период, когда все готовятся, люди хотят накрыть праздничный стол, ждут гостей, порадовать себя любимых, порадовать гостей. А с первого января уже с часу ночи будут работать некоторые супермаркеты нашей сети. Ну и присоединятся уже первого января гипермаркеты и остальные дискаунтеры. А вот тем, кто собрался на прием к врачу, уже первого числа придется повременить. Городские поликлиники откроют свою дверь и 3 января. 3, 6 и 9 числа будут принимать участковый терапевт, педиатр, хирург и стоматолог. Режим работы с 8 до 14 часов. С подробным графиком работы можно ознакомиться на сайте Краевого Минздрава. Подождать до 2 января придется и тем, кто собрался в музей. Одного дня отдыха и Краевическому и музейному центру на Стрелке будет достаточно. Все новогодние каникулы в Кице ждут самых маленьких. Для них подготовлена новогодняя сказка «Потерянные варежки». Для тех, кто постарше – спектакль Бонди. А уже 2 января – специальное мероприятие. 2 числа мы в 8 вечера запускаем танцевальный марафон. Программа очень обширная. Она займет весь музей, мастер-классы, там и кизомба, и почата, и различные совершенно танцы. А вот «Рое фручей» начнет работать 1 января уже с 9 утра. Правда, все праздничные мероприятия стартуют 2 января и продлятся до конца новогодних каникул. В 12 и 13 часов для детей подготовлены новогодние утренники. От всех гостей парка «Флоры и фауны» ждут приятные сюрпризы. Все посетители парка могут принять участие в бесплатном фотоквесте. Вы получаете на входе бумажку, где есть загадки. Вы отгадываете эти загадки, находите этих животных, фотографируете с ними и гарантированно получаете приз. А самое любимое красноярцами развлечения – это, конечно, синематограф. Первые фильмы в кинозалах можно будет посмотреть уже в 11 утра 1 января. Многие из них сняты специально к Новому году. Для самых маленьких у нас есть новогодний мульт в кино. Там идут «Ноль плюс», все известные полюбившиеся мультики, смешарики. Есть комедии для взрослых «Здравствуй, папа, Новый год». Любителям экстремального спорта тоже будет куда выбраться. Канатная дорога в Бобровом лагу начнет работать в полдень 1 января. А со 2 числа и до конца каникул фан-парк переходит на режим работы выходного дня. Ирина Денисенко, Эдуард Баглай, Афонтова, новости. Оливье подорожал. Самым дорогим салат оказался в Ненецком автономном округе. Самым дешевым – в республике Мордовия. Во сколько обойдется Оливье в Красноярске, расскажем прямо сейчас. Федя – главный мамин помощник на кухне. Готовить любит и часто ждет дома родителей с пирогами, с полужару или каким-нибудь новым салатом. Дома никого не было. Я один был. Я нашел рецепт, потом все ингредиенты взял, все перемешал. Сегодня мальчишка вместе с мамой режет к Новому году Оливье. Нынче этот салат стал дороже в среднем на 10%. В Росстате посчитали, что он обойдется в 288 рублей за килограмм. Но какой бы ни была цена этого салата, отказываться в Новый год от Оливье нельзя, рассказывает хозяйка. Салаты все равно делать надо, готовить надо. Детям нужно праздник все равно делать. И даже экономический кризис. Я считаю так. Тем более Новый год он бывает один раз в году. И как бы вот для детей, ну это праздник все равно. И не только для детей, но и для взрослых. Это надежда на будущее. Первыми под нож отправляются яйца. Они подорожали на 10%. И стали в 2015-м почти золотыми. Пришлось отдать 35 рублей за 5 яиц. Картошка импортная 30 рублей за килограмм. В нашем Оливье кубиков на 10 рублей. Что почти на 2 рубля дороже, чем в прошлом году. Ножом Федя управляется ловко. Мелкими брусочками режет морковь и лук. У них цена не изменилась. В итоге 7 рублей за 300 граммов овощей. Дальше в салатницу Альбина отправляет колбасу. Она в этом сезоне чемпион. Подорожала на 20%. За 300 граммов аж 185 рублей. И 100-граммовый огурец по 65 рублей. Украшаем салат зеленым горошком за 21 рубль. Егора, будешь кушать? Подсчитываем смету. Килограмм салата семье Баглай обошелся в 335 рублей. Это почти на 100 рублей дороже средней стоимостью, которой вывели статистики. Вообще самым дорогим салатом в 2015 оказался Оливье в Ненинском автономном округе. 365 рублей. На 10 рублей меньше заплатят на Камчатке и в Магадане. Самые дешевые Оливье будут есть в Мордовии. Он обойдется в 177 рублей. Вкусно? Можно соль немножко добавить на вкус. Оливье к праздничному столу готов. Но впереди у Альбины и Феди еще много хлопот. К Новому году маме и сыну нужно приготовить праздничный стол для всей семьи. На этом у меня все. До встречи. Семь самых популярных в мире бештексов тако. Скоро в ресторанах страны. А уже сегодня в Пиплз. Мегаполис бар Пиплз. Шанс авто. Журнал не только про автомобили. Спорт, здоровье, строительство, финансы и многое другое в каждом номере. 62 500 читателей в неделю. Телефон коммерческого дела 266 77 77. Субтитры сделал DimaTorzok